меня зовут ширина санова я всегда любила танцевать и на сегодняшний день я в свое любимое дело превратила в свою работу я давно не первый год просто ранее я совмещала эту работу деятельность со своей основной работой а потом по истечении определенного времени я поняла что я в принципе могу сделать свое хобби своим основной деятельностью и вот так вот все началось чтобы получить лицензию для открытия собственного бизнеса в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг необходимо предоставить заявление в министерство культуры и спорта республики казахстан к заявлению прилагаются копии свидетельства о государственной регистрации копия удостоверения личности физического лица уплата госпошлины и документы подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям ну в моем случае самой основной трудностью после находки помещения это был его ремонт потому что площадь нам нас устраивала и даже очень а вот все что было внутри это абсолютно не подходило ни по каким критериям здесь была можно сказать черновая отделка везде то есть все пришлось начинать с нуля где-то даже своими руками что-то делали чтобы там сэкономить для успешного развития фитнес-клуба ширин осановой понадобилось полтора миллиона тенге на ремонт студии танцев 1 миллион 800 тысяч тенге было вложено на покупку спортивного инвентаря ежемесячная аренда составляет 150 тысяч тенге и 200 фонд оплаты труда срок окупаемости один год для успешного развития в первую очередь конечно необходима реклама постоянная реклама в соцсетях расклейка просто по квадратам то есть мы нанимаем людей которые клетки начала мы сами этим занимались то есть мы собственноручно ходили в машины раскладывали наши брошюры вот расклеивали на домах также большинство успешных фитнес-клубов для привлечения новых клиентов запускают дополнительные тренировочные программы это занятия йогой и латтасом гимнастикой популярные и танцевальные направления а также индивидуальные занятия для детей хип-хоп аэробика брейк-дэнс а я думаю молодым предпринимателям на сегодняшний день стоит открывать свое дело стоит заниматься чем-то своим просто нужно хорошо все взвесить хорошо все обдумать если где-то что-то мы не знаем всегда можно проконсультироваться мне лично google в помощь вот то есть дерзайте пробуйте главное не забывайте о рисках и Субтитры подогнал «Симон»!